матрица задач если она составлена правильно и отвечает на вопросы последовательно что надо сделать чтобы достигнуть цели она легко превращается в бюджет проекта в данном случае мы будем с вами рассматривать самую упрощенную форму составления бюджета она самая легкая и простая существуют и более сложные системы бюджетирования но мы однако в этих в этой видео лекции не сможем с вами их рассмотреть они требуют целого отдельного видео курса а вот очень простой метод подсчета тех ресурсов финансовых которые вам нужны для того чтобы основать стоимость проекта я вам сейчас расскажу для этого мы снова возвращаемся к матрице задач и посмотрим на нее иными глазами вот если мы с вами возьмем пересечение задачи или действия и временного промежутка в этой клеточке мы с вами зададимся вопросом а сколько будет стоить выполнение этого действия то у нас появится очень простая цифра при выполнении действий нам нужны как правило два типа ресурсов это кадры то есть те кто будет выполнять эти действия и то что им потребуется для выполнения этого 10 то есть средства вот два этих типа ресурсов мы можем обсчитать с вами через трудозатраты и через стоимость тех ресурсов которые привлекаются для выполнения этого действия соответственно в каждой клеточке появятся две цифры это трудозатраты и средства необходимые то есть оценка финансовая оценка стоимости средств необходимое для выполнения действий внизу каждой колонки мы можем читать отдельно то есть суммировать все денежные средства которые нам понадобятся для оплаты труда и для оплаты средств привлекаемых для выполнения задач обратите внимание что внизу колонки у вас эти цифры сопоставляются с временными промежутками тем самым вы можете посчитать необходимые средства по этапам реализации проекта а вот горизонтальных колонках у вас будет стоимость выполнения каждой задачи точно так же в двух цифрах трудозатраты и стоимость средств но и пересечение итоговых строк вам даст стоимость проекта по трудозатратам и посредствам ну и итоговую сумму таким образом вы видите что посчитать необходимые для реализации проекта средства достаточно легко безусловно это та цифра который как правило мы оперируем если обращаемся к спонсорам к инвесторам и говорим о том какая сумма собственно говоря составляет сам бюджет то есть составляет требуемую сумму я немного оговорилась слово требуемая сумма в данном случае не совсем верно я бы еще хотела раз обратить ваше внимание на заполнение вот пересечении строк из столбцов то есть той клеточки и предложила бы сделать следующее очень часто при заполнении на этих клеток многие пишут ноль откуда появляется ноль в этих клетках я всегда спрашиваю ну как же мы это будем сами делать рабочее время следовательно денег не потребует вот это одна из ошибок которые делаются при расчете стоимости проекта дело в том что при этих расчетах мы обсчитываем обязательно все виды затрат как какими бы источниками финансирования мы в данном случае не пользовались будет ли это бюджет самой образовательной организации будет ли это волонтерская помощь но в любом случае есть такой термин который я очень часто использую когда мы говорим мы должны ответить на вопрос сколько стоит бесплатно вот тогда у нас появляется с вами возможность построить другую матрицу и на ней обсчитать другую сумму вот я бы рекомендовала вам иметь две матрицы на первой матрице вы обсчитываете сумму полностью то есть все затраты а на второй матрице вы можете проставить свои нули то есть то где вы имеете возможность использовать уже имеющиеся ресурсы у вас получится две цифры одна цифра это полная стоимость проекта а вторая цифра это та цифра которая на самом деле требуется вот теперь у вас появится разница между двумя этими цифрами это очень важное число дело в том что это то число которое характеризует ваш вклад вклад вашей организации поэтому когда вы приходите к инвестору вам важно говорить две цифры общая стоимость проекта например 500 тысяч вклад вашей организации 200 тысяч и 300 тысяч требуется ресурсов которых у вас сегодня не достает вот такая подача стоимости проекта для инвестора намного важнее нежели вы просто скажете о ее общей стоимости потому что она будет говорить о том что вы партнеры вы совместно реализуете этот этот проект а не просто просите деньги на его реализацию вот этот очень важный акцент я бы хотела чтобы вы взяли для себя на вооружение а